доброе утро уважаемые трейдеры приветствую вас на торговой сессии вторника снова мы на финансовых рынках и продолжаем следить за ключевыми фундаментальными событиями дня минувшего и разумеется говорить о тех событиях которые еще впереди для нас основу нашего трейдинга составляют именно долгосрочные торговые идеи поэтому друзья для вас я стараюсь найти какие то реально весомые поводы информационные составляющие скажем тире наводки которые впоследствии помогают нам принять решение относительно того как будут действовать регуляторы которые стоят за странами и в какую бы валюту мы с вами не рассматривали друзья мы всегда смотрим в плоскость действий соответственно центральных банков потому что именно политика процентных ставок и вот очень модная с некоторых пор тема программ а количественного смягчения как нетрадиционные способы поддержки экономического роста и стимулирования все эти меры впоследствии бьют по позициям национальных валют и самое главное нужно вовремя принимать решение о том как поступить с той или иной валюты и соответственно ждать когда эта торговая идея себя отработает давайте начнем с нефтянки которые на текущий момент держатся на отметке 62 26 это ниже чем те уровни которые мы с вами обсуждали накануне то есть фактически можно сказать что за время нашего последнего а брифинга с торговой сессии понедельника бренда слаб больше чем на полтора процента и участники рынка связывают развитие нисходящей динамики с комментариями которые были обнаружены скажем на снбс относительно того что китай и очень пессимистично настроен в отношении сделки между соответственно экономика поднебесная и сша ввиду того что трамп по-прежнему отказывается отменять таможенные пошлины и по-прежнему сохраняет возможность того что в середине декабря в адрес китайского импорта вступит в силу повышенные пошлины которых мы оговорили ранее повторяю друзья что новостной фон связанный с отношениями сша и китая остается крайне неоднозначным я думаю что многие из вас уже устали от того как меняются настроения вроде бы как нас закармливают позитивом со ссылкой на чиновников белого дома сша со ссылкой на какие-то источники из китая потом ни с того ни сего появляется негатив я думаю что нужно уже не обращать внимание на весь этот шум друзья и как в отношении многих важных моментов на рынке форекс принятия решения в принципе как действовать и какой позиции вы будете держаться и склоняться я считаю что негатив сохранится и как уже было неоднократно но отмечено торговая война между сша и китаем продолжится рынок нефти при текущем фундаменте признаюсь должен снижаться потому что у нас и пересмотренные прогнозы международного энергетического агентства по росту предложения доклад опеку перепроизводстве который может быть которая может быть зафиксирована в ближайшие месяцы рост запасов сша объемы добычи достигли 12 8 миллионов фактически по планам сланцевых американских производителей в двадцатом году производство нефти вырастет до 13 с половиной миллионов это конечно же все повышает риск крайней формы перенасыщения всего рынка углеводородов и если мы вспомним опять же про проблемы с экономическим ростом то это должно снова выводить нас на расхождение спроса и предложений позволяет нам вообще навалиться на продаже всем депозитом которые только есть но повторюсь друзья сейчас есть очень важный компенсирующий фон это предстоящий айпио которыми я говорил вчера пио с аудио рамка фактически 11 декабря уже очень скоро эти акции компании будут доступны на это говли на ближневосточные биржи и я абсолютно уверен то что солдатской аравии сделать все возможно чтобы не дать покупателям сейчас оставить свои позиции и не дать продавцам перехватить инициативу покупателей скажем так поэтому несмотря даже на снижение а нефти в ходе вчерашней торговой сессии несмотря на то что нисходящая динамика может быть продолжение я уверен то что котировки все равно вытащат друзья и как минимум рынок предпримет неоднократные усилия чтобы прорваться в район 65 и выше остается только следить за тем как будут развиваться а события и дальше и впереди еще декабрьская встреча стран опека в вене где будут обсуждать вопросы пересмотра к вот и продление действия энергетического пакта тоже очень важная тема особенно сейчас когда мы понимаем что странам опек нужно идти на дополнительные усилия и действия на фоне того что предложение начинает за ошкаливать но к этим событиям я думаю мы вернемся еще позже доллар иена 108 60 друзья мы в коротких позициях вчера трамп провел встречу с председателем фреса жеромом паулом детали правда нет но я повторяю что на этой встрече настоял сам о трамп особенно после последних данных по промышленному производству который продолжает снижаться и на фоне спада много месяцев подряд у нас назрела с вами идея того что уж промышленность точно сейчас в состоянии рецессии это безусловно отразится негативно на экономическом росте известна тема это влияние сильного доллара на американскую экономику но я думаю что вы сами можете понять в каком русле наверное шло обсуждение очевидно что фрес столкнулся с очередной критикой паул как школьник скорее всего кивал что понимает что от него требуется ну и остается друзья теперь дождаться этих самых изменений которые будут направлены еще больше стимулирование экономики как бы то ни было но индекс американского доллара уже снижается я думаю что пара доллар иена еще и на негативе по отношениям сша и китая из-за более высокого спроса на японскую валюту также продолжит снижаться евро против доллара ничего нового нету один 1060 друзья это сел стоп который предлагал сделка это сохраняется точнее вчера у нас был уровень иной сегодня предлагаю вот соответственно поместить на данную планку и ждать опять же развитие нисходящей динамики и уже оттуда продавать главный валютный риск доллар канадец 1.3204 друзья те кто не покупал эту пару сделайте это прямо сейчас в пятницу на сроничные продажи которые по прогнозам очень сильно разочаруют потому что очень сильно за последний месяц просили показатели продаж автомобилей соответственно слабая розница это еще один фактор давления на инфляцию из-за слабой инфляции мы вернемся с вами к вопросу дополнительного смягчения экономической политики сейчас канадский регулятор держится особняком но лед тронется и в отношении этого регулятора и также мы увидим эти новые стимулы сегодня на под закрытие торговой сессии в 22 15 состоится выступление каролины вилкинс это заместитель стивена полоза думаю что какие-то намеки мы на смягчение политики снижение ставки получим и если этот сценарий оправдается то уже на завтрашнем брифинге будем снова говорить об уровнях выше отметки 1 32 50 австралийцев против доллара сегодня активно снижается 0 67 97 а текущие котировки австралиец отреагировал распродажами на опубликованы несколько часов назад протокол резервного банка австралии в ходе которых стало очевидно что банк австралии до конца этого года но должен снизить ставку снова и даже если он на определенных этапах замешкой ты засомневается в том что это сейчас уместные меры по стимулированию экономики то в конце концов у нас есть еще и долгожданная программа количественного смягчения подробности которые мы ждем с вами 26 ноября потому что 26 ноября филипп а лоу собственно выступит с разумеется как я уже отмечал накануне с докладом который посвящен нетрадиционным мерам экономического стимулирования на этом собственно все большое спасибо за внимание всего доброго до свидания